Всем привет! На канале спортклуба НКС Байкал. Сегодня я расскажу о походе, который состоялся 15-19 мая со студентами Государственного училища Олимпийского резерва города Иркутска. Что станция там у нас? Выдрена! Ага. Вот мы и прибыли на станцию Выдрена. Ура! Кизя! Становились на границе с Бурятией. Время 22.53. Минут через 30 выдвинемся на тропу. Вдоль речки Снежная. Следить за их состоянием, за самочувствием, за настроением в процессе похода. Первый час ходьбы позади. Первый привал. Первый? Первый. Первый. Первый серьезный привал. В полчаса остановился. Полчаса остановился. Все. Все двинулись дальше. Отряд уходит во тьму. Мы-то, знаешь, так это, блядь, куда идти? Вышли там ли? Прямо дорогу пошла. Это, под лэп вышли. В общем-то, мы не это, не увидели никого, да? Ну. И главное, потом вернулись и обратно же вышли опять на лэп. Угу. Ну, а они тоже упылили там маленько это, сбились с дороги. Уж вдоль лэп пошли. А я им говорю, ну-то эти тормознули, свистнули. Я говорю, смотрите дорогу по правой стороне. Вот мы ее нашли дальше. Ну и правильно вроде вышли. Я что-то сначала засомневался, аж навигатор включил. Думаю, блин, чувак, где? В темноте вообще тяжело ориентироваться. Ничего не поймем. По таким дебрям можно легко запнуться. Поэтому надо смотреть в оба. Все, вам ручей. Все, вам ручей. Горпа ночью постоянно растягивается. Поэтому можно легко кого-нибудь потерять. Чаще останавливаться и делать перекличку. О, а там впереди какие-то эти. Наши что, вперед ушли? Да. А-а-а. Не надо бежать, они слишком быстро бегут. Нельзя. Так, растягиваются все. И все. Получается, одни убежали, другие еще не дошли. Можно по разным этим, по разным тропинкам разойтись. Поэтому надо, чтобы все в куче, все целостно шли. Привал, ну. Никита! Делаем второй привал. Второй час времени уже. Идем. Время у нас. Видно, нет. Час 13. Так, кто шапку потерял? А? Здорово! Спасибо вам за субтитры. Спасибо вам за субтитры Алексею Дубровскому. Пожалуйста. О, Жека, я слушаю. Сюда подможу. Слушай, я. Слушай, я. Не так сидел. Не пей, а то козленочком станешь. И из копытца. Надеюсь, снимаем. Ну, она как? Хорошо потумила. Не знаю, посмотрим. Должно нормально быть? Настройки выставлены там. Держи, это по УПРО, да? Угу. Маша! Забрал плеча? Пошли я с тобой еду. А? Нет. Вон он. Что только я отдохнул. Форсирование реки, речушки маленькой. Потеряли тропу сначала, а теперь уже опять нашли. Вот здесь по бревну еще можно пройти, но это те, кто не упадет, если... Ну, не, я упаду. Опасное дело. Теперь оттуда. Если по маленькому лесу, то можно было. Ровно вот так вот, на ровном месте. Тропа постоянно теряется в таких этих... Ну, мы ее найдем. Надеюсь. То есть, а то придется ночевать, останавливаться. О, бля. А что по этому берегу не пройдешь? Я по нему без рюкзака прошел. С рюкзаком может это... Болтануть. И в воду. О, емано, да-то упал там. Держи, 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 там спальник, ё-моё. Спальник в воде уже, блядь. Там не спальник этот, как его? Нет. Палатка. Токарин, ты чё? Давай. Давай, сейчас сделай. А, у тебя торчит этот ствол-то вверх. За что-нибудь взялся бы, да? Ну, увидишь, взялся. А Палатка, да, взялся? Что-то на тебя, что-то. Лучше не плачьи, корейку. Та, почему ты тут упал? Что, не хотите повторить? Вон там, в глубокую... Сука. Осторожно. Смертельный трюк. Лучше её вот так держи, нанесу. Ко мне. Вот. Вот так. Всё получилось. Что, есть желающие ещё, да, пойти? Конечно, есть. Сейчас пойдём. Смотри, аккуратно. Ах, аккуратно. У тебя две палатки. Следующий. Выпал небольшой, выпал. Поджицу не получается. Смотри. Продолжение следует... Продолжение следует... Как-то даже страшно идти по краю, а там такое течение. Прямо... Вон она, большая какая река. Ну, а вот она, река снежная. Ночью все кажется по-другому, не так как днем, даже если днем несколько раз и ходили по этому пути, днем легко потеряться. Ой, ночью легко потеряться. Тропа постоянно теряется, что осложняет движение наше. Ну, сейчас вот вышли на хорошо протоптанную нормальную тропу и двигаемся уверенно вперед. Вот там шум такой стоит. Не знаю, видно в камеру или нет. Береза упала, и вот шумит. И шумит. Вода. Вы снимаете на GoPro камеру, да? Да. Вон как берег, высоко. Высоко до воды можно. Тут надо вот аккуратно, можно улететь. Сорваться. Идем. Так, туда. Смотри себя на YouTube, на нашем канале. Ну, посмотрим. Справа такая чернота. Это вот речка. И такой крутой обрыв. И как-то даже не по себе так рядом идти. Ты что, ты испанил? Как речка называется? Снежная. Снежная. А тут же эти теплые озера где-то рядом, да? Да, на той стороне. Наверное, мы их уже прошли. Но. Я надеюсь. Снежная. Да, надеюсь. Время 2 часа ночи уже. Вот тут как все повалено. Так, аккуратно тут. Идем, идем. По-любому ковальщикой отвали. Путь хоть и занимает 18 километров здесь. От выдарено до базы стрелка. До слияния двух рек. Но. Он довольно-таки непростой. Разные завалы, подъемы, спуски. Из-за этого занимает очень много времени. Ну и отнимает порядком сил. Ручные фонарики, конечно, очень неудобны, да? Руки должны быть свободны. Преодоление препятствий в виде глубоких рвов. Ага, струни полетели. Время 20 минут четвертого. Мы все идем. Доходим до знакомых полянок. Конечно, хочется уже спать. Как-то подустали. Идем уже, получается, около трех часов. Большое дерево с этого лежит. Вывернуто, да? Да. Огромное просто. Охренеть. Мы еще и Yamakasi паркуристы. Теперь все через него перелазят. Ага. Опа. Больше полпути пройдено уже. Среди леса такая присюдливая куча снега лежит. Большая. Почему-то не стаяла. Здесь снег стаял, а здесь нет. Как большая подводная лодка. Виктор Викторович, мы уже идем. Уже пол четвертого. Как у вас самочувствие? Самочувствие нормально. В адеквате. Мы это сделаем. Мы дойдем. Все живы. Не помрем. Сергей что-то так не думает. Он там лежит. Я просто медитирую. Он уже давно так не думал. Каждый удобный случай пытаюсь это сразу раз. Ну это хорошо. Как самочувствие после? Ну я не буду выражаться в фанцузский. Нормально так. Нормально? После четырех часов ходьбы? Да пипец. Вообще. Что еще можно сказать. Первый раз пошла в поход и такое впечатление, как будто бы на весь скоро сдохнули. ну как самочувствие какие эти впечатления от похода для самочувствие отличное спать не хочется ну так немного раньше в это время спал уже так немного охота спать ну несмотря на то что по часам по часам четыре часа уже но были некоторые зены мы прошли преодолели все успехом конечно еще осталось немножко и все ляжем и правду я говорю только правду и ничего кроме правды похоже уже начало расцветать потихонечку все снимаю сигнал охотника но наши свистят впереди ушедшие начало светать уже потихонечку не такая кромешная тьма как было но еще одна переправа через речку по-моему там внизу по камням легче было бы но надо это в кроссовках то не знаю на сапогах он там попробовать как всегда в темноте найти тяжело сам металл 10 тык 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 в принципе можно перейти вот по камням темноте как всегда сложнее сориентироваться он перешел и найти правильный брод переход о камни разъезжается там скажите что скользь это въездит он камень шевелиться уже начинает расцветать появились очертания гор уже все больше святает мир уже приобретает очертания утром постепенно набирает свою силу рассвет это великое чудо природы каждый человек должен хотя бы раз в год встречать рассвет его очень сложно передать словами это утреннее пение птиц запах росы просто волшебно все и 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 совсем уже расцвело осталось маленько терпите скоро придем около часа время 4 40 утра мы уже почти у цели ребята держатся все бодро все-таки ночные заходы они своеобразные по самочувствию по ощущениям когда ты всю ночь идешь потом встречаешь расцвет и сильное чувство все-таки очень красивая здесь природа в этих местах ну 30 наверно очередная переправа время 5 часов 13 минут мы думаем что мы где-то к 6 дойдем до места но вот закончен наш ночной переход все уже ставят палатки время 606 все мечтают только об одном чтобы лезть спать